головки с автомобиля audi мотор v-образная шестерка volkswagen audi у меня на ремонт они выглядят вот в первоначальном виде в котором я их получил вот как я получил сразу на стенд повесил скрепил их между собой на что было удобнее работать значит хочу сразу же заметить то что при транспортировке вот одну шпильку здесь видно что погнули вот и все конечно можно исправить ее извлечь но неприятно то что если вы что-либо отсылаете никогда не ленитесь хорошо запаковывать потому что это нужно в первую очередь вам чтобы сохранить изделие начнем сначала с обзора конструкции и скажем так анализа конструкции потому что это неотъемлемая часть любого ремонта чтобы сделать более качественный ремонт нужно сначала проанализировать конструкцию визуально то есть посмотреть чтобы выявить слабые места и собственно на это дело обратите обязательно внимание значит и так головки по два клапана на цилиндр они имеют то есть по конструкции это в принципе как и все volkswagen of ski и головки то есть они очень схожие с гидрокомпенсаторами но то есть форма форма камеры сгорания такая же но только разбиты они по три цилиндра сами головки на конвейере изготавливаются в принципе конвейер штампуют одни и те же головки которые потом из них делают левую и правую головку хотя они и отличаются надписями сейчас я покажу вот здесь вот например у нас написано вот h1 вот volkswagen audi туда сюда здесь у нас написано h6 так но если разобраться то есть на конвейере когда все дело изготавливается головки впринь не в принципе вообще заготовка абсолютно одинаковые между собой разница лишь в том что лево и право из них получается тогда когда во первых вот здесь стоят в распредвалы вот раз то есть более длинный вал тут более короткий то есть получается в какую сторону поставить распредвал но здесь видно что даже последний бугель по приливу он одинаковый то есть перед головки с одной и другой стороны и они отличаются то есть левое правое наличием вот он канал охлаждения то есть на каждой головке но сверлится со своей стороны здесь вот например есть вместо но он заглушен мы тоже самое с этой стороны это и определяет головку левая правда собственно говоря отличие здесь а ну вот еще можно то есть я вот заметил тут он более вертикально стоит ну а тут ну кстати здесь вот он тоже канал то есть вот и в принципе отличие как-то как такового существенного какого-то отличия конструктивного здесь нету значит теперь далее хочу сразу же отметить то есть в принципе audi считается автомобилем таким представительским более повыше классом чем обычный ширпотребовский ну конечно все но это конвейер но тем не менее конструкция головок и исполнение в принципе на очень и очень должном уровне начнем во первых с того что распредвалы имеют посадку шкивов вот никаких шпонок здесь нет здесь на конус садится шкив ну и соответственно затягивается то есть это аналог регулируемой звезды единственное что конечно в такой конструкции ну скажем неудобно если нужно в процессе эксплуатации вал немножко подрегулировать то есть это нужно обычную регулируемую звездочку просто распустил и подрегулировал здесь конечно ее нужно расслабить и сбить расшатать с конуса но вообще сама по себе конструкция очень грамотная то есть когда меняется ремень грм или собирается двигатель выставляется все по меткам фиксируется одеваются шкивы наживляются натягивается ремень и в каком-то положении она затягивается в принципе не даже не принципе вообще конструкция сделано с завода грамотно то есть уже с регулируемые звездами почему такое же не делают сейчас вот на лексусах например те же самых мотор который я до этого дел я в принципе и его subaru например я разбирал там такого нет и очень большой минус этого конструкции этих двигателей но все-таки то более такой ширпотреб то есть более распространенная скажем так распространенная конструкция сами валы хочу заметить что они имеют то есть 30 на головка ловка обслуживает три цилиндра но вал крепится на четырех опорных поверхностях на четырех бугелях что на одной головке что и на второй головке при этом здесь не экономят как обычно любят volkswagen экономить убирать один бугель то есть в качестве там экономии металла не знаю то есть считается что она и так будет работать идет например на пятицилиндровой головке там не хватает скажем двух опорных поверхностей здесь такого не здесь выполнено все по уму то есть чтобы обеспечить максимальный ресурс и надежность двигателя также я не могу не заметить о том что механизм газораспределения вообще сам по себе то есть с одной стороны он имеет впускной канал ну то есть коллектор ставится посередине выпуск сделан с другой стороны такая компоновка позволяет значительно улучшить саму систему механизма газораспределения а именно более развитый поставить как впуск так и выпуск и не только это касается коллекторов это касается точно также и системы каналов я хочу обратить внимание пока я здесь ничего не разбирал здесь кстати вот они на одной головке ну вот направляющие уже были извлечены до меня я хочу обратить ваше внимание на то что канал завода имеет хорошую развитую форму в нем нету каких-то зазубрин каких-то приливов непонятных вот единственное что можно назвать немножко паразитным приливом это прилив под направляющую но опять же таки он выполнен с минимальным выступанием ну то есть сам по себе вот если посмотреться стенка она тонкая возле направляющей то есть нету каких-то таких больших кулаков торчащих в канал сам канал выполнен в этом плане конечно грамотно почему я и говорил что двигатель сделан на должном уровне но к сожалению так как это все же это конвейер здесь остаются небольшие недоработки не то что недоработки а брак небольшой конвейерного производства например здесь присутствуют различные ступеньки ну вот они сейчас я попробую отверткой вот у меня такая под рукой просто была большая отвертка я хочу показать что вот она ступенька есть но в отличие от предыдущих головок например та же самая 20-клапанная головка со школы там где ступенька такая наглая скажем бесцеремонная ступенька здесь все-таки имеется сейчас попробуем показать здесь все же имеется переход то есть нету такого что идет канал упирается в какую-то ровную поверхность ну скажем под 90 градусов и эта ступенька есть ступенька все-таки с переходом но естественно так как это широкое изготовление этих головок то есть тут вот эти вот более тут хоть и переход где-то около 45 градусов допустим то все равно вот эти вот вещи никто не сглаживает к тому же если так уж на то пошло вот этот вот вот он везде присутствует углубление вот на всех абсолютно на всех впускных каналах она по сути говоря там и не нужно здесь сейчас мы попробуем показать получше вот она она для ну скажем более паразитная чем полезная но здесь расчет исходился из того что в одной из литератур кстати я читал о конструкции каналов сначала мне один человек рассказал потом я это делом ну изучил более детально значит конструкция канала заключалась в том доработка ну один из вариантов доработки когда применяется узкий распредвал на этом двигателе то есть валы обычная штатная то есть обычные узкие валы то пространство именно за седлом вот скажем сам идет канал и за седлом то есть именно там где непосредственно седло и уже клапанная щель то вот это вот пространство она выполняется специально байкбой большим объемом побольше чем сам канал чем сам диаметр седла то есть чтобы там был некий такой объем и когда клапан открывается то есть фаза узкая клапан имеет ограниченную очень время сечения и за счет того что здесь некий объем он как бы стабилизирует поток и улучшает наполнение в основном на низких средних оборотах то есть сам канал так как поток имеет характеристику волновую он более сглаживается то есть небольшое что-то вроде ресивера ну ресивером конечно это назвать сложно вот но объем повышенный и в то же время так как здесь объем повышенный то в первоначальный момент при малом-малом подъеме клапана улучшается продувка именно на узких узкофазных валах но на вы если делать скажем нечто подобное на более какой-то расширенный распредвал высокооборотистый вот это вот дело будет паразитным она будет у эффективность самого всего механизма уменьшать они добавляют ну в частности здесь спроектирована головка поэтому я и говорил что головки спроектированы вот эти вот сделаны хорошо то есть именно вот двигатель заточен в свой режим в котором он должен работать также имеются в отличие от остальных фольксвагеновских головок камера сгорания очень похожая по сути говоря ну почти то же самое но за исключением одной маленькой маленькой детали обычные все головки фольксвагеновские они имеют только с одной стороны вытеснитель здесь же головка имеет с двух сторон вытеснитель то есть обратите внимание камера сгорания вот здесь вот больше в районе впускного клапана к выпуску она немножко сужается но имеются два вытеснителя кстати здесь вот что-то попало двигатель отпечатки есть но это все будет исправляться фрезеровкой чтобы все это дело вывести кстати вот на я просто тут так повесил но было тут вот тоже видно что что-то попало было поэтому головки сделаны вот в этом плане спроектированы очень грамотно хотя по себе сама по себе конструкция два клапана на цилиндр плюс еще которые расположены в ряд то есть не сферическая камера сгорания а скажем ну вот вот это вот камера сгорания можно ее назвать в принципе самой неудачной в плане того что самые маленькие самый маленький диаметр у клапана который можно поставить то есть с одной стороны образуется либо мертвая зона либо зона малой эффективности вот и возле стенки цилиндра вот но с другой стороны то и сам по себе диаметр клапана значительно меньше чем можно было бы разместить в камере сферической например как на альфа ромео хороший яркий пример но тем не менее то есть сама по себе я имея это к тому что сама по себе конструкция по эффективности если рассматривать с точки зрения форсажа например она не сильно удачная но сама головка именно вот с этой всей компоновкой выполнена очень грамотно соответствует всем требованиям как вытеснители так и форма каналов точно также форма каналов как вы впуск так и выпуск сейчас я поверну его она выпуск здесь тоже развитой он имеет эллипс ную форму линей не эллипс ную форме извиняюсь она видно что он имеет прямоугольную форму но обычно прямоугольная форма здесь в частности так как впуск с одной стороны выпуска другой стороны можно было конечно и круглый канал взяли но так как конвейер настроен у volkswagen на такие прямоугольные каналы тогда дел делают уже такие на сам по себе канал по эффективности он в принципе не уступает круглому каналу по одной простой причине я в одном из предыдущих видеороликов касающихся теории рассказывал что прямоугольный если сделать при именно прямоугольный канал то и он по эффективности чтобы был такой же как круглый канал он должен быть по площади поперечного сечения минимум на 30 процентов больше чем круг это объясняется тем что при прямоугольной поверхности то есть когда идет поверхность и как язык уходит имеет закругление вот в этих вот местах поток так как он часть потока ползет прямо у стенки то там где имеется закругление поток просто срывается и образуется турбулентность образуется вихрь то есть он срывается поток и тем самым пропускная способность канала ухудшается так как появляется возмущение потока здесь же канал и кстати я вот не добавил забыл сказать что прямоугольные каналы в основном делаются в качестве для экономии места то есть когда разместить их сложно их делают прямоугольными но здесь канал он имеет не не квадратного именно прямоугольный с закругленной поверхностью там где он имеет изгиб то есть вот та часть канала которая идет с закруглением то есть седла она закругляется в коллектор нижняя часть и верхняя часть они имеют форму скругленную попробую подсветить чтобы было лучше видно сейчас секундочку так вот он то есть он имеет вот она форма он имеет скругленную форму то же самое касается и той части канала то есть в этом плане он не он обеспечивает нормальное нормальное движение газа и с минимальным срывом потока при этом он имеет вытянутую форму и его пропускная способность естественно выше ну конечно если сравнивать его с чисто круглым каналом все-таки конечно чуть-чуть выступает но не настолько чтобы сказать что канал абсолютно ну скажем так недееспособный канал очень хороший и грамотный в этом плане ну естественно имеется прилив под направляющую вот он так и как я уже говорил вы коллектора разведенный впуск и выпуск на по разные стороны также из особенностей конструкции я должен отметить следующая поверхность прилегаем то есть где прокладка устанавливается сама поверхность каналы охлаждения и сама поверхность она упрочненная то есть нету там таких пустых мест где бы могла деформироваться и провалиться часть опорной поверхность вот как например на жигулях то есть когда нету здесь никаких внутри приливов не опору ничего когда она туда проваливается то есть это со стороны свечки но здесь на других головках то есть везде каналы есть охлаждение но сама по себе вся поверхность не имеет каких-то таких больших пустот существенных чтобы она туда провалилась с одной стороны то есть перемычки и с другой стороны сейчас что тоже покажу вот они вот здесь вот имеются ребра жесткости вот она раз прилив ну и точно такой же прилив он везде есть на всех вот здесь хорошо будет видно вот то есть такая конструкция делает головку более прочной и устойчивой не только перегреву но и к различным вообще нагрузкам в виде детонации даже или прочее прочее теперь давайте рассмотрим более предметно что же с этими головками можно и нужно сделать в плане доработки значит хочу сказать сразу что увеличить пропускную способность именно самих каналов существенно то есть очень сильно в принципе здесь нельзя нельзя потому что каналы уже спроектированы грамотно и имеют хорошую пропускную способность как впуск так и выпуск то есть именно я имею ввиду существенно изменить вот как на жигулях там на город растачивая головки то есть сильно меняется пропускная способность здесь же каналы имеют форму хорошую грамотно но здесь можно и нужно улучшить конкретно что касается скажем таких мелочей канале как я уже показывал ступенька пропускная способность самого седла и так далее значит хочу заметить что очень мало металла между седлами то есть заменить седла на большее в принципе здесь нет возможности к тому же вот здесь вот между седлами очень мало металла так то есть чтобы существенно как-то расточить но тем не менее хочу заметить что здесь тоже присутствует ступенька вот которая все это дело можно и исправить с этой стороны на выпуске тоже там есть некоторые неровности воды и можно привести в должное состояние теперь можно рассмотреть более детально сам узел седло клапан начнем сначала с распредвалов паспортные данные по этому мотору я еще не смотрел но из того что я я промерил на живом моторе то есть у нас база самого кулачка 34 и 1 вот я штангером то что меряю так подъем у нас 44 и 6 то есть получается подъем клапана примерно 10 с половиной миллиметров так на впуске и на выпуске то есть тут есть небольшие отличия буквально там в пару десяток то есть подъем клапана более 10 миллиметров что уже само по себе очень хорошо то есть обычно такие двигателя вот скажем если сравнивать с аналогичными вазовскими моторами обычно подобный вот например восьмерки там 9 миллиметров штатный подъем клапана то есть в этом плане они сделали компоновку грамотно теперь смотрим замеряем само седло у нас седло стандарте вот она уже отмытая насколько здесь можно возможно она имеет величину примерно 34 с половиной но почему примерно потому что все равно в пределах погребности то есть так как я штанген поставил то есть 34 с половиной шляпа клапана замерим она имеет диаметр 40 и 1 десятых так ну грубо 40 миллиметров 40 и 1 может из-за нагара он не десятку лишнюю накинул так грубо говоря получается где-то примерно пять с половиной миллиметров клапан больше на пять с половиной миллиметров чем внутренний диаметр седла если мы его сюда вставим то можно заметить то что я говорил ранее ну во первых я просто покажу что вот он имеет люфт здесь он из-за износ но дело не в этом все равно направляющие здесь меняться будут и клапана хромироваться вот она часть сейчас мы попробуем тогда же приблизить зона малой эффективности вот она то есть между клапаном и стенками головки хочу заметить дальше головка продолжается цилиндром ну прокладка и цилиндр идет и как клапан высоко не поднимай все равно здесь будет зона малой эффективности то есть в основной поток который распространяется по цилиндр идет наполнение то есть он преподает на всю остальную часть это важно учитывать поэтому так как аж пять с половиной миллиметров здесь разница между диаметрами то седло во первых можно безболезненно расточить на 35 миллиметров ровно то есть само по себе седло и так тонковато это сильно тут его не развернешь но на 35 миллиметров его расточить можно плюс сгладить все вот эти вот ступеньки а клапан клапан при доработке ну во первых его нужно будет естественно проточить в т-образную форму и саму шляпку клапана здесь сейчас я же покажу чтобы было лучше видно сейчас стану поближе так нас камера сфокусируется вот я хочу заметить то что вот она фаска так даже вот все стандартный грубо говоря расклепанное не прорезанное я хочу заметить что частично частично вот она темно от фаска контакта и дальше идет темный нагар то есть эта часть клапана задействована не было вот то что идет после фаски то есть фактически она здесь не нужна и тем самым если она не нужна она не нужна клапана все равно она ничего не перекрывает на седле но тем не менее она сама по себе вот эта часть клапана она создал ухудшает пропускную способность вот с этой стороны в зоне малой эффективности почему зона малой эффективности потому что здесь если посмотреть здесь все равно присутствует некое расстояние даже сейчас зуба замерю чтобы сказать точнее примерно примерно 3 3 2 десятых миллиметра ну хотя кстати это маловато если взять другой клапан например 42 миллиметра со шляпой поставить его здесь рядом я не знаю правда направляющий по разбитый у меня просто более полный то я хочу заметить что вот раз-два то есть при более увеличенном клапане здесь зазор становится еще меньше ну я это специально сюда поставил то есть естественно такой клапан большой здесь он не нужен он ничего здесь перекрывать не будет естественно и сколько у нас интересно получается у нас получается примерно 1 1 и 7 1 и 7 1 1 и 6 1 и 7 примерно расстояние то есть почти в два раза меньше чем здесь ну естественно на 2 миллиметра больше поэтому я это все показываю к тому что вот подобная клапана именно это касается впуска они нет термонагруженная как выпуск можно и нужно вот эту вот часть протачивать чтобы уменьшить немножко его в диаметре все равно он остается то есть он перекроет седло так как он и перекрывал ранее но при этом мертвой зоны и точнее зоны малоэффективности он создаст месяц я хочу заметить немножко напомню терминологию вот если совсем грубо говоря ну то есть на глаз то есть видно что клапан имеет 1 и 7 миллиметра до стенки ну то есть совсем мало вот это вот можно назвать мертвой зоны то что здесь фактически никакого протока газа не будет если сравнивать с клапаном чуть чуть меньше так ну вот он стоит здесь больше расстояние кое-какой все-таки проток там будет поэтому это дело можно назвать зоной малой эффективности то есть она не мертвая там есть какой-то проток газа но тем не менее эффективность и и крайне низкая по сравнению со всеми остальными частями сечения клапана сразу хочу то есть мы увидели след где контактирует клапан по фаске теперь замеряем это дело штангеном то есть примерно это я еще конечно посчитаю более предметно ну вот но примерно мы можем замерить вот у меня получилось то есть если приложить штанген по краям фаски так у меня получилось примерно тридцать девять тридцать девять и три десятых миллиметра ну грубо говоря то есть я еще посчитаю то есть тридцать девять и три десятых то есть фактически шляпу клапана можно уменьшить на один миллиметр из того что первоначальное есть тем самым если мы ее на миллиметр ну грубо на миллиметр мы уменьшим значит здесь мы пол миллиметра добавим еще раз мне здесь стоит примерно здесь но вот с этой стороны кстати у меня получилось и 2 и 2 и 6 ведь это имел это скорее всего я списываю на то что направляющие просто разбитое так сейчас мы посмотрим здесь чуть больше у меня было сейчас где он тут он вышел вот ну а здесь у меня 3 2 десятых то есть это я расписываю на то что все таки как он имеет повышенный люфт то есть не учитывать это дело просто не но в любом случае пол миллиметра то есть пять десяток мы выиграем тем что клапан немножко уменьшить в диаметре при этом он не потеряет свою способность по перекрытию чтобы перекрыть седло и герметичность на первый взгляд такое такая доработка может показаться очень незначительной то есть ну что тут 5 миллиметров то есть пять минут пять десяток могут выиграть но поверьте в масштабах всего механизма газораспределения это даст свой положительный эффект и этим делом заниматься стоит из из мелочей состоит весь двигатель поэтому нужно бороться за каждую не то что десятку за каждые сотки нужно бороться что же касается выпуска здесь оставлюся заберем сюда в этот клаван выпуск выпуск здесь чувствует себя в этом плане великолепно ну то есть не 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 уже это конечно такой зоны малой эффективности она конечно же присутствует естественно причем я хочу заметить что так как есть вытеснитель то здесь зона малоэффективности с одной что со стороны стенки цилиндра естественно и нужно будет промерить это дело вот с этой стороны чтобы посчитать минимальное какое должно быть расстояние от шляпы клапана до стенки о чем я рассказывал в видео механизм грм часть 3 пропускная способность клапана и частично здесь возможно нужно будет выбрать тело хотя в принципе я чисто визуально смотрю что выбирать здесь не нужно будет но на некоторых моторах выбирать нужно то же самое касается выпускных клапанов сейчас мы покажем так тоже вот она фаска здесь вот она и есть видно что часть клапана была не задействована то есть то же самое единственное что за то здесь он такой еды только что обратил внимание ну че такое прогар что ли даша да такое серьезное не видел я этого только что вот клапан просто выбрал наука то же самое можно сделать и здесь выпускные седла растачи то есть если впуск можно и нужно расточить то выпуск в принципе можно не трогать сейчас я просто объясню почему вот мы смотрим у нас он получается здесь ну 28 с половиной группа то есть ну там плюс нагар то есть поэтому примерно 28 с половиной в принципе в принципе раз чтобы расточить седло именно выпускное широшки например мы которые по которыми я пользуюсь впускные седла берут отлично но выпуск на этих автомобилях на этих моторах всегда выполняется из более жиропрочного материала и просто так сферической фрезой его расточить нет возможности всегда просто его не берет поэтому нужно если растачивать седло нужно и ввести на станок чтобы именно его расточить но есть одно маленькое но если впускное седло оно само по себе имеет большой диаметр и она имеет термонагрузку ну скажем как весь мотор то выпускное седло оно имеет термонагрузку термонагруженность значительно больше то есть не в него ждет отдача тепла с клапана поэтому если его расточить таким образом что она станет тело его тоньше она может либо лопнуть либо выпасть то есть ну у меня с судьба миловала таких случаев я просто не изощряюсь 1 . выпускных все но вообще то есть имейте ввиду что выпуск в частности здесь выпуск трогать я не буду просто весь пусть все приливы здесь нужно поубирать в рельеф навести то есть ну тут то что ступеньки я рассказывал само седло протачивать я не буду чтобы не ослабить в то же время надежность самого механизма так как это не гоночный мотор на одну гонку просто дорожный вариант поэтому выпуск я трогать не рекомендую к тому же если от впуска вы получите хоть малую но прибавку потому что впуск осуществить сложнее то на выпуске как таковую прибавку если вы седло увеличите где в диаметре на пять десяток в принципе вы этого дела никак не заметите но вы заметите прибавку от расточки выпуска если у вас допустим канал выпуск но сейчас я поверну его здесь он развитый уже нагар выпал здесь у канал каналы здесь хорошие развитые выпускные так но есть такие каналы которые скажем так не сильно развитые вот здесь канал сам по себе то есть он имеет достаточно же на нормальную конструкцию есть каналы которые очень задавлен так вот вы получите прибавку вот если растащивая любую другую головку вы получите прибавку на выпуске если вы расширите канал от стыка с коллектором до прилива примерно вот под направляющей вот она сидит то есть сделаете его диффузорного типа то есть с расширением более детально о конструкциях каналов я рассказывал в видеоролике который называется каналы гбц сам процесс расточки специально хочу запечатлеть а именно сравнение то есть вот одну головку я не трогал было вот такие вот каналы впуск и стали каналы каналы вот если сравнивать просто между собой я их увеличил получилось что их расточил не сильно много если сравнивать допустим с теми же самыми жигулевскими головками но изначально диаметр здесь заход 35 так здесь даже можно обратить внимание что вот не везде фреза коснулась канала но дальше канал идет 33 миллиметра то есть врезав 33 миллиметра там проходит ну так туговато скажем сам канал я прошелся фрезой 35 миллиметров то есть фактически увеличив его на 2 миллиметра и седло как я уже говорил ранее было 34 с половиной стало 35 ну на глаз конечно дело так не увидишь кстати говоря вот они приливы под направляющие здесь были и то что от них осталось а на этой головке хочу также заметить что место под направляющую в теле самой головки осталось вполне достаточно все где-нибудь покажем так вот ну там порядка миллиметров восьми самая самая тонкая ну вернее самое самое малое расстояние то 8 миллиметров но с другой стороны естественно там больше этого вполне хватит чтобы держать направляющую и никуда не деваться к тому же направляющие здесь должны быть с буртиком то есть дополнительная фиксация по высоте ну и от разных других перемещений также немаловажно ступенька которая там бывает я хочу специально здесь сейчас это приблизим вот отсюда вы хорошо видно вот я здесь если пальцем провести здесь осталось а небольшое углубление то есть видно от литья но ступеньки здесь уже нету так вот даже седло немножко я подправил то по сравнению с тем что было на головке но здесь вот отчетливо видно что здесь присутствует ступенька именно такая вот с этой стороны она может быть чуть-чуть сглаженная с этой стороны вот она ступенчатая ступенька острая кромка это дело тоже все я выровнял как с одной стороны точно так же и по всему периметру седла только вот с этой стороны не было нет ступенек вот с этой стороны со стороны захода ну то есть малого радиуса там вот нет ступенек никаких не было так везде вот если сравнивать с тем что было но она не ступеньки то есть то я не знаю видно может быть здесь будет не так в объемно как вину визуально смотришь живую тем не менее то есть вот это вот и есть самая главная часть доработки по каналу выпуск аналогичным образом было с приливом стала без прилива светло 29 миллиметров я его не трогал и говорил например не расстояние между стенками прямоугольного канала в стандарте 25 миллиметров я проточил на 26 то есть не сильно его расширил но тем не менее убрал прилив и в общем там все ступеньки сгладил что в свою очередь значительно улучшит пропускную способность канала ну вот с этой стороны прилив и отсутствие запчасти на головку которые касаются конкретно клапанов так как здесь был не комплект клапанов то есть клапана были всего лишь на одну головку то есть 6 штук 3 выпуска 3 впуска было принято решение купить новые клапана ну и что штатная новая направляющая направляющие бронзовая качество у них само материала отличная все отлично работает ходит клапана вот такие вот взял я там мой товарищ мне запчасти достает иногда я на экзисте покупаю часто иногда мне товарищ который работает в этой сфере audi x house такой фирмы так это клапана и направляющие вот оно такое дело запчасти нормальная ничего сверхъестественного нету сальник и клапанов кстати элринг здесь должны быть так где-то тут у меня ну наверно видно тут не будет надписей элринг вот нет видно что на германия и компенсаторы здесь должны быть и на в принципе из того что я слышал по работе с компенсаторами компенсаторы очень даже неплохие но во всяком случае из того что продается у нас на нашем рынке также хочу заметить следующее я честно говоря думал что клапана здесь будут одинаковые что на обычных volkswagen что здесь но оказывается не совсем они одинаково вот это вот два клапана это с пяти клапанной то есть пятицилиндровой головки volkswagen а вот это вот родной клапан который был вот то есть видно что они по высоте отличаются то есть я думаю внешне они конечно очень похожи думал что они взаимозаменяемые но оказывается нет то есть на этих головках своеобразной шестерки тут немножко свои клапана стоят так также интересное дело заключается в том что на некоторых volkswagen не только на v-образной шестерки здесь конструкция нижней шляпки отличается то есть вот на audi v6 вот этот родной клапан он имеет такую форму прям колокола то есть массивная нижняя часть с того же самого volkswagen то есть часть здесь менее массивная ну а теперь пожалуй самое самое интересное из всего что касается новых запчастей вот мы берем новый клапан сейчас я покажу специально что я зачем делаю так новый это у нас впускной ну и мы естественно его ставим в микрометр и замеряем его диаметр так здесь поставлю сейчас я его приблизим здесь немножко так чтобы было видно я надеюсь видно будет здесь достаточно хорошо за руку поставлю он сфокусируется вот отлично здесь видно что он имеет в минусе 4 сотки от 0 так это отлично было запечатлено теперь мы берем точно также меряем выпускной новый клапан то есть клапана купил в магазине поставил опять аналогичным же образом мы его ставим вот есть так приближаем где моя рука на фоне вот здесь хорошо видно что он имеет даже не 6 а чуть более 6 соток в минусе этот клапан то есть впуск имеет в минусе 4 сотки выпуск 6 соток имеет где в диаметре теперь берем вот на направляющие направляющие все идут как правило по общим стандартам производства в нуле мы одеваем ну вот здесь вот направляющие выполнена таким образом что здесь есть небольшая кромка не знаю конечно как она видно будет ну в общем не проходит в нее клапан так к сожалению от на на фольфсваген не первый раз я сталкиваюсь с такими направляющими так ну это разверткой все поправляется дело не в этом то есть мы вставляем направляющие если немного пошатать клапан в направляющей то можно попытаться заметить люфт сейчас объясню зачем все это показываю вот ну конечно на камеру вот может быть даже здесь немножко и видно зазор так но это лишь визуально после запрессовки направляющие естественно она немножко сядет но так как если она изначально идет в нуле то меньше чем размер допустим 80 меньше там где 799 ну никак не получится потому что часть тела сядет в головку она немножко сожмется часть тела все равно будет наружу то есть любом случае минимум 0 изначальный размер сохранится либо на одну-две сотки станет больше ну это конечно много на пару соток но грубо говоря в нуле в самом идеальном случае она сохранится после прохождения разведки теперь берем вот у меня есть клапан такой это у меня клапан с форда я его новый не знаю правда с какого форда я его просто использую как калибр но чтобы много не показывать то есть нутромером все я то есть выйди в одних условиях одним же прибором я микрометром замеряю клапана новое то есть то что с volkswagen а сейчас audi и вот мы тоже самое форда ски замеряем мы замеряем его верхнюю часть то есть не рабочую так ну так как это клапан фордовский он не сильно блестит качеством сейчас вот его приблизим так где мы он имеет 0 здесь вот здесь видно что он в нуле один и тот же прибор до этого он показывал минусе 4 там 4 там 6 суток здесь он показывает 0 хорошо вот отодвигаем и замеряем теперь клапан вот в этой вот части он хоть и новый но немножко он скажем так не сильно высокого качества здесь у нас он показывает ну в плюсе короче сотку в общем чтобы не ходить вокруг да около дальше если вы замерите его по стержне он покажет тоже 0 то есть вот в единственном вот в этом вот месте он имеет на сотку больше скажем такую то обработка так как мы берем направляющие вот где он в нуле вот мы вставляем 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 вот раз это он дальше не идет то есть вот там где на сотку больше он останавливается клинит до этого и на идет то есть я это показываю к тому что направляющие изначально имеет размер в нуле ну раз клапан на нее в нее пролазит значит чуть чуть больше 0 скажем 8.01 при установке вот этой направляющей на головку и прохождение развертки разверткой в лучшем случае как я уже говорил у вас сохранится диаметр 8 0 но так как она обязательно то есть при запрессовке в любом случае вот средняя часть станет меньше а та часть которая выходит наружу и она может немножко деформироваться у нее появится какой-то эллипс или еще что-нибудь то для нормально для нормальный функционер для нормального функционирования направляющей чтобы сделать ее ровной по нормальному я разверткой всегда прохожусь в плюс 2 сотки у меня есть развертка 802 но хотя бы 801 но даже если у вас будет здесь 80 все равно у вас уже изначально на новых запчастях новая направляющая новая клапана у вас будет установочный зазор 4 сотки на впускном клапане и 3 и 6 соток целых 6 соток на выпуске то есть по книге если вы посмотрите это будет допуск ну плюс сотка уйдет на деформацию направляющей будет 5 соток впуск 7 соток выпуск если вы посмотрите посмотрите по книге это все в пределах будет допуска то есть ну завод разрешает и допускает такое дело но это заранее сокращение ресурса вашей головки после такого ремонта головка пройдет значительно меньше чем если обеспечить нормальный зазор установочный хотя бы по 3 сотки впуск 4 выпуск или сотки 3 сотки минимальный установочный зазор поэтому ты клапана даже новые мне приходится отдавать в хром чтобы обеспечить нормальный зазор иначе просто смысл ремонта головки ну я не могу сказать он теряется вообще но смысл сильно теряется очень то есть он уходит вместо того чтобы головка прошла свои положенные там 300000 она пройдет там тысяч 60 ну 100 максимум это не всегда теперь хочу продемонстрировать клапана хромированная но например впуск проточен в т-образную форму выпуск я не трогал может а тут ну и про . неизвестно должен быть может быть с натрием он так вот они клапана теперь самое интересное давайте замеряем их диаметр вот то что я показал ранее что там в минусе было много чего раз смотрим он вы имеет сейчас вот он он имеет в минусе вот отличной тени сделал две соточки он имеет в минусе это впуск так теперь то же самое мы ставим вот он выпуск точно также я его раз опять я сделаю сейчас тень вот тут тоже видно две соточки он имеет в минусе то есть диаметр ножки стал вместо 796 794 которые было ранее стал 798 направляющие 80 то есть две сотки установочного что позволит мне пройдя разверткой направляющую то есть либо 801 либо 802 добиться нужного установочного зазора конкретно три сотки на впуск и четыре сотки на выпуск вот это тогда и можно назвать именно нормальным качественным ремонтом по заводским требованиям головки уже полностью отремонтирована осталось только их связи связи роваться и поверхность хочу лишь показать еще раз значит ну начнем давайте с клапанов вот они клапана выпуск фасочка впуск фасочка также впуск у нас т-образные т-образные все клапана делаю я вот такого типа по одной схеме то есть сам клапан ножка 8 вот это вот часть проточенная в диаметр 7 миллиметров радиус перехода вот это вот часть скругления 7 миллиметров радиус и шляпа толщиной три с половиной так седла теперь смотрим с эти седла здесь хорошие приезжаются они конечно жестче чем жигулевские но ну вот смотрите пожалуйста фасочка какая четкая то есть на жигулях там она немножко расклепывается седла здесь фасочка четкая четкая вот выпуск пожалуйста сейчас мы сюда доход сейчас вот неплохо видно фаска модом впуск еще раз вот он выпуск немножко есть брики но не страшно так теперь что касается самих каналов а именно направляющих можно заметить что направляющие даже отсюда видно что они выглядят в канал очень сильно конкретно начнем с выпуска вот она направляющие но я еще ничего не чистил как запрессовал прорезал да она конечно выглядывает в канал сильно торчит но укоротить ее никакой возможности нет так как она и так сама по себе по длине здесь у меня осталась одна направляющая то есть сама по себе по длине это направляющие она правда не заходит так как она разводка еще не прессовалась вот пожалуйста то есть на небольшая если ее еще и укоротить хотя бы там даже на 5 миллиметров то ресурс головки совсем станет мизерным но тем не менее сидят они там нормально то же самое касается и нового пуска попробуем показать более детально так на виду на наш пуск вот надеюсь видно здесь отлично то есть она конечно торчит но если сравнивать с тем приливом который здесь был ранее то естественно сама пропускная способность канала стала лучше и больше скажем так так же как я отмечал ранее по поводу впускного клапана шляпка его была проточена на один миллиметр здесь видно 39 миллиметров вот он так а вот штатный который здесь был вот он еще раз 40 миллиметров и теперь то есть небольшой эксперимент вставляем штатный клапан то есть который здесь был до этого так я замеряю здесь расстояние от самой нагруженной они не самая нагруженная самой такой зоне так смотрим чего у нас тут получилось ну вот 3 миллиметра грубо говоря так ну направляющие новое то есть не разбитая поэтому и 3 миллиметра теперь вставляем клапан который который мой так замеряем ну и естественно мы получаем три с половиной миллиметра казалось бы на первый взгляд прибавка вот в этой вот части то есть совсем мизерная на первый взгляд но поверьте то есть даже 0 5 миллиметра уже сделает работу двигателя лучше и приятнее хочу также заметить это я рассказывал видео роликах что наилучшее наилучшее будет вариант тогда когда клапан шляпа клапана будет на два миллиметра больше чем само седло то есть грубо говоря по миллиметру на сторону на фаску чтобы перекрыть здесь естественно больше я сейчас хочу замерить по итогу прямо здесь вот после росточки ну здесь вот плохо замерил это штанген у меня тут выскакивает ну грубо говоря тут 35 должно быть ну просто мне там немножко неудобно мне залазить должно быть 35 вот так и меряем шляпу шляпа у нас 39 то есть получается по 2 миллиметра на сторону но меньше вот в данном в данной ситуации без замены седла меньше сделать в принципе не представляется возможным сейчас попробую приблизить показать чтобы объяснить ну вот смотрите у нас седло есть так не знаю конечно как будет видно смысл в том что когда меняется направляющая втулка центр оси где стоит клапан обязательно уводит в какую-то сторону но здесь в частности фаску только что я показан она равномерная но хочу обратить внимание ваше что с этой стороны вот здесь вот нижняя часть фаска 60 градусов вот здесь вот она он видно визуально что она шире больше чем снизу сейчас попробуем так рукой тень может делать то есть чем снизу то есть этой стороны паска 60 градусов внутренняя больше чем снизу то есть это говорит о том что изначально то есть когда по я установил направляющие естественно здесь срезал немножко прилив ну не немножко так нормально срезал и центр немножко увело вот в эту сторону есть сместилась поэтому здесь я вырезал то есть фреза вырезала больше чем с другой стороны то есть когда меняется направляющие на штатных седлах то есть очень трудно соблюсти вот это вот правило по миллиметров на стол то есть если сделать клапан еще меньше этим делом можно добиться то что он с этой стороны будет контакт как над контактировать с седлом и перекрывать а с этой стороны у просто будет не хватать потому что центр сбитый здесь вот в этом вся проблема поэтому клапан я немножко проточил всего лишь на миллиметр относительно общего диаметра но это уже как говорится это уже хлеб также забыл добавить что сюда должны устанавливаться вот такие вот дюралевая тарелки все дело под штатные пружины штатная пружина здесь нормальная как проектируется тарелка рассчитывается то есть схема чего исходить это я показывал в видео пружины точнее не пружина тарелки клапанов также чертеж вот на эту тарелку обязательно должен быть в описании к видео ссылка на драйв туру кому интересно то есть пожалуйста на этом деле собственно говоря все то есть как фрезерованную поверхность на головках я уже не раз показывал то есть полностью в сборе поэтому в этот раз показывать я не буду единственное что я хочу заметить что при фрезеровке поверхности на головках старайтесь говорить ну то есть контролировать и говорите фрезеровщику чтобы снималась одинаковая количество ну то есть по одинаковая высота то есть если одну головку например вот выбираем головку которую побила больше так снимаем здесь скажем ну не знаю десятку допустим снимет он вам и даже там 15 соток до уход миллиметров то есть смотря как для под какие задачи и столько же нужно снять с другой головки чтобы камера сгорания была одинаковая степень сжатия ну и общая компоновка ну миллиметр это конечно я много сказал где-то до десятки то есть именно чтобы было было одинаковое расстояние ну собственно говоря на этом все